В 2023 году Клуб Интернациональной Дружбы отмечает свое 50-летие. В честь этого прошла пресс-конференция, в которой приняли участие вице-президенты клуба Резидаса Фиулина, Марина Усейнова, Татьяна Беспалова и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. За время своего существования клуба удалось объединить десятки тысяч студентов, более чем из ста стран. Инициатором его создания стала студентка первого курса Елена Дедычева, которая предложила провести акцию солидарности с греческими демократами в Казанском университете. Эта идея сразу нашла отклик в сердцах студентов и преподавателей. С тех пор был создан устав клуба, появилась эмблема, постепенно ребята стали собираться проводить странноведческие мероприятия и читать лекции. В этом году мы празднуем 50-летие этого клуба интернациональной дружбы и солидарности, как он назывался тогда, сегодня мы называем его клубом интернациональной дружбы. Это клуб, который объединяет фактически всех иностранных студентов, которые учатся в Казанском, теперь уже в федеральном университете, которых в этом году более 12 тысяч в нашем университете и из более чем 100 стран мира. В разное время в клубе насчитывалось до 29 отделов, секций и землячеств иностранных студентов. Было время, когда КИДИС приостановил свою деятельность, но позже он был воссоздан. По сей день интерклуб выполняет множество миссий. Налаживание взаимодействия между студентами из разных стран, изучение русского языка и традиций России, а также обеспечение образовательной и научной социализации. 13 декабря 1974 года в Казанском государственном университете состоялось общее собрание клуба, на котором был принят устав, утвержденный партийным и комсомольским комитетами университета. Именно с того момента он стал легитимной студенческой организацией. Поэтому клуб интернациональной дружбы – это не только площадка для ярких, инициативных и открытых людей из-за рубежа, но и студентов в Казани в целом. Когда я столкнулась и окунулась буквально в эту атмосферу, меня настолько это все потрясло, и я настолько старалась тоже жить жизнью Икидиса. И вы знаете, ведь еще мы много сейчас говорили про иностранных студентов, но сегодня вот у нас в числе иностранных студентов – представители бывших союзных республик. И тогда тоже надо сказать, что представители всех союзных республик, те, кто учился у нас в университете, они тоже очень активно участвовали в работе Икидиса. И секции специальные у них у всех, землячество были. В настоящее время клуб интернациональной дружбы Казанского федерального университета по-прежнему развивает богатые международные традиции университета и активно участвует в проведении творческих мероприятий. Уже 10 ноября в Казанском федеральном университете состоится заседание клуба, в рамках которого будет представлена выставка личных архивов. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Александр Кузнецов. Универ Новости.